В Нарьинмаре продолжается семинар глав муниципальных образований. Руководители органов местного самоуправления проведут в столице округа всю рабочую неделю. Программа семинара обширная. Она включает десяток встреч с различными ведомствами округа. Сегодня главы сельских поселений встретились с начальником отдела ГИМС Василием Кайзером. Каждый год в период ледостава жители города и населенных пунктов округа нарушают правила безопасности на реке. Такие данные приводит отдел государственной инспекции маломерных судов. Например, за последние месяцы зарегистрировано три происшествия. Под лед провалились как люди, так и техника. В ГИМСе отмечают, что большая часть из них происходит на маршруте Нарьинмар-Тельвиска. В этом году из-за сложившейся погодной обстановки и прохода судов по печоре ситуация на реке была очень сложная. Жители населенных пунктов оказались отрезанными от столицы округа. И несмотря на то, что ГИМС постоянно оповещал население о прохождении судов и состоянии льда по радио, главы сельских поселений оказались недовольны оперативностью информации. Но оповещения, вот толкового оповещения не было. Я говорю, вот такого беспредела, как в этом году, вообще не было. Обычно заранее, если идет судно, звонок в администрацию, мы быстро всех, кого можем, оповещаем, чтобы никто ничего не дергался никуда, пока судно не пройдет. Решение нашли быстро. В период ледоставы и прохождения судов отдел ГИМС может наладить прямое взаимодействие с главами муниципальных образований. А они, в свою очередь, оперативно передадут информацию населению посредством звонков и СМС. Обсудили также и ледовые переправы. В 2012 году администрация Заполярного района отправила в Архангельскую область письмо с просьбой включить ледовые переправы в перечень дорог. На просьбу ответили отказом. В общем-то, у нас, получается, дорожного сообщения, как такового, нету между населенными пунктами. И строительство этих же ледовых переправ или ледовых дорог тоже должно быть обосновано. То есть, эта ледовая переправа или ледовая дорога, она должна находиться вот в этом реестре. Если она будет в этом реестре, то, соответственно, Заполярный район будет закладывать в конце года, на следующий год, какие-то финансы на строительство этих дорог. В связи с этим отдел ГИМС выдвинул предложение Заполярному району. После 1 января 2015 года, когда полномочия перейдут в округ, снова написать письмо на уже администрации региона с просьбой включить ледовые переправы в реестр дорог. С тем, чтобы наладить постоянное дорожное сообщение с населенными пунктами округа и избежать трагических случаев.